Здравствуйте, уважаемые друзья, с вами Игорь Улдашев и мы продолжаем серию видеорепортажа с выставки ВЛО-2016. Напоминаю, что эта выставка проходит в Дюссёдофи, Германия, и, наверное, собирает самых ведущих, самых важных производителей трубопроводной арматуры, одним из которых является компания Текофи. Моим сегодняшним собеседником будет представитель Восточной Европы, это Эрик Цигуля, который расскажет о новинках, о компании и, собственно говоря, поделится своими впечатлениями о выставке. Здравствуйте, Эрик, рады вас видеть. Ну и, собственно говоря, первый и самый главный вопрос, расскажите о вашей компании, о последних достижениях за 2016 год. Ну, в 2016 году активно продолжаем бороться с конкуренцией, активно заходим на новые рынки. Ну, наверное, как вы уже знаете, у нас уже филиал в России очень активно работает, начали очень плотно работать на рынок Латинской Америки. Ну, в принципе, продолжаем, в принципе, для нас, скажем так, кризиса такого не чувствуем, но трудновато. Конечно, конкуренция есть, воюем. Эрик, какие новинки вы представили на собственном стенде в рамках выставки ВАЛ ВОЛД? Таковых новинок, скажем, последнего дня нет, но есть разработки прошлогоднего, двухлетней давности. Наши идут задвижки, поворотные заслоки двух эксцентриками, специально предназначены для промышленности. Как всегда, наш один из коронных продуктов – шибероножевые задвижки, где очень широкий спектр употребления, где можно употреблять их и в промышленности, и в ЖКХ, и в канализационных системах, в очистных сооружениях. В принципе, из новейших, но, в принципе, там с другой стороны, не знаю, если будет видно, вот у нас есть новая задвижка с обрезиненным клином, которая действительно вот недавно, буквально месяцев 6 тому назад, как выпустили новую модель. Соответственно, новейшим сертификатом, скажем так, европейском, и качество, и покраски, и гигиены, и, соответственно, эта же задвижка имеет новый сертификат ЕАЭС на таможенного союза. Эрик, вы как представитель восточного региона Европы, как можете отметить 2016 год? Есть ли действительно кризис? Вот вы в начале же беседы сказали, что у вас есть заказы. Но на самом деле, как вы можете отметить рынок в общем плане? Кризис такового нет, скажем так, не хватает чуть-чуть спроса. Спрос чуть-чуть уменьшился. И, конечно, финанс. Примерно проекты есть, развитие есть, желание есть, но нет финансирования. Кстати, без финансирования ничего не реализуется. Вот эта проблема есть. Коснулась чуть-чуть эти санкции, соответственно, нет финансирования. Многие проекты переходят с 2016 года на 2017, на 2018. Многие заморозились. Вот, в принципе, ситуация какова есть. Но как, надо бороться. Трудно, 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 но надо бороться. Эрик, вот в предыдущем интервью с вашим московским представителем Сергеем... С моим другом даже. ...вашим другом был разговор о том, что компания Текофи начинает локализацию. Локализацию в России, в частности. А вообще, как проходит сегодня этап? Я так понимаю, что вы также являетесь частью большой стратегии компании Текофи. Ну, скажем, да, как каждый из нас, каждый сотрудник Текофи является частью большой стратегии. Но локализация началась у нас уже давно. Скажем, у нас просто было представительство. Теперь уже есть филиал. То же самое будет у нас филиал. Будет открываться в Дубае. Ближайшее будущее. У нас активный, скажем так, интересный проект на Латинскую Америку. Хотя у нас давно уже есть представительство и филиал на Кубе. То же самое мы собираемся отдел по сборке открывать, думаю, во Вьетнаме. Так что планы очень много. Но каждый из нас это часть большой политики нашей компании. А как вы относитесь к идее переносить производство все-таки в Россию? Есть ли в этом выгода и имеется ли это планы в российской стратегии? Не знаю. Будем смотреть, каково там рынок. Уже вот мои коллеги на месте в России есть. Они там излучат рынок, будут смотреть, рентабельно, нерентабельно. Но я думаю, это будет рентабельно. Но нужно, конечно, время, чтобы нельзя просто так одно производство одного места перенести на другое место. Надо, чтобы из этого места не потерять и другое новое. Но это делается со временем. Рим не стрелся до один день. Замечательно. А если говорить о выставке Вэлло Волт, вы в ней принимаете всегда участие. Компания Текфи вообще это компания, которая очень много инвестирует в маркетинг, в исследование. И, конечно же, делает свою стратегию. Что для вас эта выставка Вэлло Волт 2016? Ваши общие впечатления? Общие впечатления, в принципе, как. Тут почти представлены все производители топоподной арматуры всей планеты. Так что я не знаю, сколько я знаю, даже многих новых открываю, но они тут все есть. Начиная с Китая, заканчивая Японию, но с другой стороны планеты. В принципе, все они тут есть. Нового, потому что все они присутствуют, все, видно, активные. Все хотят завоевать рынки у других. Но, одним словом, глобализация идет и в нашей области. Замечательно. Ну, один из самых последних вопросов нашей встречи, конечно, связан с планами. Планами компании Текфи на 2017 год. Какие, возможно, продукты, новинки вы готовитесь писать для своих конечных потребителей? Ой, было очень много разработок, потому что были большие изменения в сертификации по самой Европе. Было очень много разработок в наших основных продуктах. Новые формы, новые размеры, новые тесты. Соответственно, развивается новая сертификация уже по России. Соответственно, будут новые продукты, появляется новая гамма, скажем, и для водоснабжения. Новая гамма появляется для ЖКХ, для отопления, кондиционирования. Очень много, как говорил, что мы собираемся открывать филиал в Дубае. Значит, для высокоэтажных зданий из бронзы, высоким давлением. Очень много будет. Уже новый каталог выше, уже очень много продукции новой будет. Я думаю, уважаемые друзья, что на портале armtor.ru и в журнале «Вестник Арматура Строителя» вы сможете ознакомиться с последними тенденциями и новинками компании Текфи, потому что мы держим руку на пульсе арматура строения. Эрик, спасибо вам большое за встречу. Ну и наш самый коронный вопрос, ваши пожелания партнерам и, конечно же, читателям журнала и порталам «Анток». Ой, да, с наступающими скорыми праздниками, хоть я чуть-чуть опережаю время. И всего наилучшего, всего хорошего, и мы с вами. Спасибо вам большое за позитив. Удачи вам, развития. И до новых встреч, уважаемые друзья. С вами был Игорь Илдашев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова